Камиль Шевмилевич, декабрь это время, когда подводят итоги уходящего года. Кроме того, у вас у самого некая годовщина, вы уже год как являетесь представителем от России в организации «Исламская конференция». Озвучьте, пожалуйста, основные вехи деятельности за год. Это большая пресс-конференция, если говорить об этом, обо всем. Я считаю, что год очень успешный. Он сблизил Российскую Федерацию и организации «Исламской конференции». Особенно мы то, что каждый день замечаем, в организации «Исламской конференции» еще много структур. Там 35 всего структур в организации «Исламской конференции». Допустим, мы все привыкли говорить, что ЮНЕСКО. А там есть свое СЕСКО. Есть центр ИРСК, который занимается историей, культурой, исламом и так далее. И вот мы уже с ними, особенно с «Исламским банком развития», уже налажены иные отношения, чем они были. Мы от них начинаем черпать информацию. И эту информацию уже, допустим, КАМСЕС заседал, я то, что говорил в Стамбуле, экономический весь блок. И мы теперь с ними вместе взаимодействуем. По тем, допустим, проектам, там их намного больше, начинается какая-то конкретная работа в глубине, что ли, самой организации «Исламской конференции». Именно во всех пластах, которых мы не прикасались. Вот это, наверное, такой, может быть, обобщенный итог. Ну и потом созданы условия, чтобы дальше двигаться вперед очень уверенно и хорошо. Условия достаточно хорошие созданы. Это надо прямо отметить. Камиль Шамильевич, Россия добилась статуса наблюдателя в ОИК. А что же дальше? Станет ли она членом? Я вот так вот большого ущемления в работе пока не ощущаю в этом деле, да, потому что у нас очень хорошие диалоги контакты. Это благодаря генеральному секретарю, организации, с которым мы уже более 15 лет дружим лично, я имею в виду, у меня такой, сглаживает весь, допустим, порог, который существует между наблюдателем и членом. Потому что мы везде принимаем активную часть, нас никто еще не ограничивал и не запирал из того, что мы наблюдатели. Но хотя там на будущее мы работаем над тем, чтобы где-то можно было через конкретные дела, конкретную пользу для организации самосконференции, в первую очередь для них, нас перевести из наблюдателей в постоянные члены. Это теоретически возможно, хотя, если взять такие последние постулаты, которые вышли у них, туда должны входить только членами государства, у которых превалирует ислам. Мы никогда на это не рассчитываем, что у нас будет превалировать ислам, у нас все православное государство, он так и будет навсегда. Но я заметил, что мы в свое время добились исключения из правил, когда нас наблюдателем приняли. И в дальнейшем тоже на это исключение из правил. Тем более, они там уже существуют, некоторые исключения. Ну, это предмет будущей работы. Если дело будет, то, я думаю, никто не возразит. Я бы хотела уточнить тот факт, как вот происходит ли сотрудничество между представительствами России и стран, входящих под постсоветское зарубежье. По-моему, Азербайджан же является членом Казахстана. Нет, нет, все шесть государств входит в состав исламской конференции в качестве членов. И мы как бы составляем там некое такое русскоязычное поле, потому что они все прекрасно владеют нашим языком. И мы вместе дружно работаем. Тем более, вы знаете, есть такая особенность. Будущий год возглавляет и берет себе в руки флаг этот, значит, организация самской конференции Таджикистан, а поезд из него принимает Казахстан. Два года подряд вот эти вот республики. И это, тем более, какая-то такая особая деталь, в которую нам нужно будет очень хорошо потрудиться, поработать вместе, чтобы некоторые наши мысли, некоторые наши решения, предложения, вернее, решения вот этих вот форумов. Значит, Совет Министров Национального Дела будет возглавляться, вот я сказал, что, потом будет возглавляться, значит, и вот в марте месяце, в мае месяце, вернее, состоится Совет Министров Национального Дела в Душанбе. Насколько неизвестны ли деньги на развитие Чеченской Республики? Собирался, во всяком случае. Как вот зло обстоит на этом? Не только Исламский банк развития. Исламский банк развития в том числе. А такое решение приняли все государства, входящие в состав Организации Исламской конференции. Они все участвуют, кооперируют все эти средства организации, с нами генеральный секретарь, и генеральный секретарь заключает договоры с соглашением. Вот мы сегодня тоже это обсуждали на политконсультациях. И в ближайшее время будет делегация, которая поедет в Чечню за конкретными делами, обозначить, что же хочет президент Чечни, который будет подписывать соглашение, и как это воспринимается от Организации Исламской конференции. То есть будет какой-то некий набор работы объектов создан, который будет подвергаться вот их вниманию. Вы знаете, я уже это... Ну, последний вопрос, можно... Последний, завершающий. Завершающий, хорошо. Одна из основных целей ОИК – это борьба со сломофобией. Вот буквально недавно в Швейцарии запретили строительство мечети. Какова была позиция ОИК по этому поводу? Ну, очень категоричная. Во-первых, в Швейцарии, находящаяся по миссии ОИК, она очень активно высказалась, что нельзя, допустим, тем более в Швейцарии нарушать права человека. Вот, а это такое идет, как очень непонятная вещь в этом смысле, в смысле выполнения права человека. Хотя, когда я вообще помню со всего своей жизни, начиная с детства, в Швейцарии как бы примером таких отношений всегда была, и мы так всегда стремились. А сейчас действительно многие хотят забрать даже деньги оттуда, раз там так на права человека навигают. Вот они очень к этому относятся серьезно и считают это, может быть, даже таким вторым, что ли, после карикатуры, которые были, помните, наверное, да? И будет дан еще полный отпор с их стороны всему этому.